здравствуйте меня зовут светлана налетова я рада что вы заглянули на канал сад без секретов но вот у нас на урале как в принципе и во многих регионах страны очень затяжная весна последние дни марта до сих пор стоят минусовые температуры достаточно холодно снега как вы видите еще по колено если не больше и многие садоводы у кого есть теплица на участке очень обеспокоены тем что грунт земля на наших грядках до сих пор не прогрелась и какой-то даже надежда на то что прогреется вроде бы и нет сегодня мы обратимся за консультацией к садоводу опытнику из челябинска надежде андреевне черненко и она вам расскажет с помощью каких нехитрых очень простых процедур вы можете ускорить согревание земли в своей теплице а также она назовет те методики которые в принципе хоть и популярны но не имеют особого смысла досмотрите видео до конца затяжная весна раздражает садовода только тем что мы не можем быстро начать садовые работы уже очень хочется к вопросу о том что мы сейчас еще можем сделать чтобы ускорить созревание наших теплолюбивых культур которые мы как правило выращиваем закрытых теплицах и большей частью это ведь теплицы неотапливаемые и они закрыты полностью всю зиму не секрет что мы находясь зоне рискованного земледелия вынуждены выращивать только то что держат наши морозы а помогает нам в этом снежный покров именно снежный покров спасает многолетние растения спасает почву от вымерзания дает возможность получать урожай и все-таки а вот теплицы неотапливаемые закрытые в которые не попадает снег они по сути дела не дают нам ничего полезного ранней весной и если мы начиная с кто с января кто с февраля выращивает рассаду теплолюбивых культур в надежде что он получит быстрый ранний урожай чаще всего эти ожидания оказываются напрасными теоретически что если температура минус 20 на улице то промерзание грунта в теплице до метра а если минус 30 на улице то промерзание грунта до полутора метров я не думаю что кто-то это проверял может это получено какими-то эмпирическими выводами расчетами но однозначно вымерший грунт в теплице это безжизненный гумус это погибшая микрофлора до погибают и патогенная микрофлора но и полезная погибает что мы можем сделать еще сейчас вот если вы подойдете к теплице они практически сейчас на каждом участке есть и большей частью это теплицы из поликарбоната там где четко закрыты и боковые стенки и вверх закрыт что мы можем увидеть подойдя к этим теплицам с одной стороны северной снег будет лежать очень долго с южной он стал комом но еще есть что спасет сейчас тепличный грунт это усилие садовода нужно набросать снег в теплицу набросав этот снег будем говорить что мы дадим немного влаги в теплицу мы немножко будем надеяться все таки что этот грунт мертвый уже безжизненная пыль он будет защищен хотя бы от иссыхания дополнительного под действием температуры а температура в теплице при солнечном дне очень высокая если на улице градусов 15 солнце печет то воздух в теплице 35 градусов четко дает а почва при этом остается ледяной и оттаивает очень медленно так вот набросав снег в теплицу вы можете еще сверху накрыть полиэтиленом а сверху укрыть стареньким укрывным материалом для чего это нужно темный цвет во первых целлофан не дает испаряться влаги снег растает и будет влажный грунт будем говорить набирать температуру если мы поверх полиэтилена бросим еще укрывной материал у кого-то есть черный у кого-то просто старый заношенный не обязательно белый то будет более эффект более выраженный правильно поступают те кто с осени высевает сидираты вот если мы еще только последние кисти помидор на верху готовы к сбору уже тогда можно высевать по неубранным корням помидор выси ну там баклажан перца высевать сидираты концу вегетации где-то концу октября не вырастут сантиметров 25-30 даже цвести многие начнут вымерзая а весной когда мы набросали на эти сидираты еще и снег и укрыли все они начинают естественно работать это тот момент когда мы вместо внесения удобрений имеем будем говорить и естественные средства для того чтобы обогатить почву и дать жизнь микроорганизмам ну конечно лучше вносить удобрение считается вот по мнению многих специалистов что лучше внести сразу еще и удобрение как только начинает земля оттаивать на мой взгляд если мы с вами как только оттаял снег растаял снег под этим укрывным можно уже посеять кто-то сеет растения короткого дня это салатные зеленые культуры это редис это шпинат но если вы не высеваете зеленые культуры до высадки помидор то можно просто посеять сидираты они к тому моменту когда высаживать рассаду а мы можем высаживать рассаду когда грунт прогреется но ближе к 20 градусам есть варианты и многие этим пользуются это кипятят воду вот против того что бегали с лейкой и поливали смородину вроде как убьет пачкового клеща равно также я против того чтобы бегать с лейкой и пытаться прогреть землю сколько это надо греть воды сколько это надо рисковать своим здоровьем чтобы не быть ошпаренным но и потом пока мы донесли пока полили любом случае это уже ну не особый эффект и не прогреет хорошо вот сейчас кто собирается теплицу соорудить кто может провести какую-то реконструкцию теплиц конечно эти моменты надо учитывать лучше делать так чтобы в зиму снег ложился укрывал почву а летом была возможность хорошей вентиляции это достигается тем что сейчас можно уже говорить о конструкции теплиц с раздвижным верхом или со съемными боковинами но у тех у кого нет возможности и у кто имеет капитальную теплицу то конечно тогда нужно вовремя закидывать снег если мы это не сделали в начале зимы и почва промерзла и гумус мертвая черная пыль то сейчас можно набросать этот снег укрыть целлофаном и ждать хороших результатов но не надо торопиться рассаду которую мы вырастили сразу высаживать вот в эти холодные гряды значит что можно сделать можно как-то оттаять земля сделать траншеи и забить туда растительными остатками коих уже к этому времени наберется много это из той серии когда мы делали теплые гряды вот этот момент тоже хорошо сработает если нет возможности делать траншеи набивать растительными остатками тогда нужно ставить какие-то будем говорить подиумы и на подиуме выставлять рассаду для закаливания но сразу высаживать в холодный грунт практически нет смысла вот все эти подвязки которые остались прошлого года конечно если мы их не сняли из они еще должны послужить нам один год конечно лучше бы их обработать потому что но на всякий случай так скажем ну и вот стекла теплицы конечно лучше промыть и посмотрите поликарбонат насколько он темный его тоже как-то бы желательно промыть с дезинфицирующими средствами но это общая подготовка вот теплицы к сезону я надеюсь что эти рекомендации вам пригодятся согласитесь очень простая процедура очень простые действия но тем не менее поверьте с помощью этих нехитрых работ вы сможете значительно ускорить согревание и напитывание влагой земли в своей теплице и можете быть уверены что рассаду в таком случае вы высадите в положенные сроки напоминаю что найти канал сад без секретов вы можете не только в ю тубе а также на таких платформах как руту и телеграм ссылки найдете в описании под этим видео удачи